Николай Анатольевич, как вы себя чувствуете? Ну, среднее чувствую себя. Среднее, но вы замечаете, что вам немного легче становится смотреть на этот поступок? Таира Монгуш, кардиолог из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, что в Красноярске. В Барнаул она приехала с группой врачей закрыть кадровый вопрос, помочь организовать работу красных зон. Конечно, сам принцип лечения во всей стране один, но важны и детали. Мы поработали над графиком выхода врачей в красную зону, немножко отличалось от нашего принципа работы, так скажем. Организовали график именно дневного пребывания врачей здесь, чтобы не было, так скажем, скучности и пребывания в зеленой зоне, и в красной зоне. Немножко разграничили их. Это удобно, отмечают барнольские врачи. По обычному графику 6 часов подряд работать не так-то просто. Это на себе ощутили и мы с оператором, хотя снимали в спецкостюмах не больше часа. Кроме того, федеральные коллеги, хоть и частично, закрыли нехватку медперсонала. Красноярск отпустил в Барнаул кардиолога, двух анестезиологов и средний медперсонал. В 12-й горбольнице самый большой ковидный госпиталь в крае, почти 600 пациентов, среди которых легких форм нет. Это очень квалифицированные профессионалы, и мы им благодарны за то, что они нашли время, хотя, наверное, это сложно, оставили свои семьи, оставили своих пациентов и приехали, и пришли на помощь к нам и нашим жителям. А жителям нелегко. И в Барнауле, и в Красноярске ситуация похожа, отмечают врачи. Вот только если количество обращений в скорую на Алтае сократилось больше, чем в два раза, то число новозараженных меньше не становится. Максимально важно выявление тяжелых пациентов, раннее выявление пациентов, которые утяжелили, у которых утяжелилось состояние за период уже лечения, чтобы не допускать перехода на искусственную вентиляцию легких. Потому что довольно тяжело протекают пациенты, это статистика мировая, которая попадает на искусственную вентиляцию легких. И так даже среди молодых, которые все чаще попадают в раздел тяжело больные. Незадолго до нашей съемки в реанимацию попал молодой человек. От такой же судьбы никто не застрахован. Но врачи не устают повторять, что риски можно снизить. А как? Все уже давно знают. Маски, антисептики и отдых желательно дома. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.